Аднёмся, рогон, с вами Нидай, всем добрый с вами Тори! И в данном видеоролике я решила затронуть такую философскую, психологическую тему. Это, конечно же, мои прошлые ошибки, несколько странных и непонятных историй из моей жизни, и почему это в какой-то мере лучше не повторять. Лучше, в принципе, не быть таким человеком, точнее, искоренить себе эти качества, о которых я сейчас буду говорить. Потому что не только вам, но и другим людям это может приносить огромные неудобства. И в первую очередь это, конечно же, такой момент, что многие люди любят себя навязывать другим, то есть, хм, ты не обращаешь на меня внимания, а я всё равно буду делать всё для того, чтобы обратил. Вот прям из кожи вон лечь, чтобы другой человек его заметил. Вот это действительно странно. Нет, я сейчас имею в виду не какую-то публичную обстановку, потому что, окей, в публичной обстановке нужно, чтобы вас замечали. А я имею в виду простое общение с другим человеком. То есть, бывает так, что вы обращаетесь к другому человеку, и он вас игнорирует. Он не хочет с вами, как бы, поддерживать какие-то контакты, но всё равно, типа, «Хей, я хочу быть твоим другом! Я хочу, чтобы ты был моим другом!» И неважно, хочешь ты этого или нет, потому что я этого хочу, а значит, нам нужно общаться. У меня было такое качество именно, поэтому сейчас оно меня очень сильно раздражает в других людях. То есть, я не люблю тех, кто навязывается, чрезмерно сильно навязывается. То есть, например, ты не хочешь общаться с человеком, а он такой, «Хм, а я хочу с тобой общаться, а давай увидимся, а давай погуляем, а давай то-то-то-то-то-то-то-то». «Нет, сори, если я ничего не говорю или говорю, что я не хочу, значит, я не хочу, и это не изменится». Потому что это действительно подозрительно, когда человек прям настаивает на том, чтобы ты находился в его обществе. И касательно меня, я, в принципе, была тем человеком, который очень был зависим от других людей в том плане, что «Эй, мне нужны друзья! Алло, кто-нибудь, будьте моими друзьями!» Но я сейчас имею в виду, конечно же, реальную обычную жизнь. То есть, я в первую очередь сразу задавала вопрос человеку, что типа «Хм, а мы можем быть друзьями? А ты будешь моим другом? А вот мы теперь друзья!» Иногда я, в принципе, просто ставила человека перед фактом, что «Хм, я так решила, что мы друзья, поэтому вот ты теперь мой друг, знай об этом!» И, соответственно, со всеми отсюда вытекающими. И я не обращала внимания на то, как люди неудобно себя чувствовали. Но потом, через несколько лет, когда я стала об этом вспоминать, я поняла, насколько странно и даже глупо это выглядело. Потому что я серьезно подходила к человеку и общалась с ним так, как будто бы мы прям самые лучшие друзья, даже если мы видим со второй раз в жизни. Ну и, конечно же, тот момент, что «Хм, как можно больше общения!» Человек отвечает тебе стандартными фразами, он отвечает тебе на «Отвали!» «Настаивай на том, чтобы он стал твоим другом!» Вот это вот подозрительная самая вещь, которая была, в принципе, в моей жизни относительно других людей. Но сейчас я уже так не делаю. Если я общаюсь с человеком, и, например, он мне не симпатичен, камон, можно просто разойтись и не общаться больше. И как бы я периодически все-таки задумываюсь о том моменте, чтобы, если я подумала, что я не хочу общаться с каким-то человеком, чтобы он при этом подумал о том же и не настаивал на том, чтобы я была в его обществе и проводила как-то с ним свое время. Или же относительно, например, другого момента, это то, что я перестала, в принципе, настаивать на том, чтобы дружить с какими-то людьми, быть с ними ближе, как-то больше общаться. То есть, если я вижу, что человек чисто технически как-то игнорирует меня, то, ну камон, окей, я не буду с ним общаться, ладно. Найдется огромное количество других людей, которые, в принципе, захотят быть в моем обществе, и мне будет приятно находиться в их обществе. Все, всем здорово, всем классно, никто не обижен. Но ни в коем случае не таким образом, что... Ммм, пожалуйста, будь моим другом человек! Потому что очень сильно разочаровываешься. И следующий момент, это, конечно же, влюбленность. Я переросла это. Это у меня было где-то в школьные годы, в средних где-то классах, ну точнее, в средней школе. Тот странный момент, когда как бы... Всё, я влюбилась, я не могу без этого человека жить. У меня долго было вот это вот преследование, и опять же, это было связано с тем, что я хотела кому-то навязать свою персону. Что? Люби меня! Я вся такая прекрасная, классная, хотя... Ну, это было так, сомнительно довольно-таки. Но, тем не менее, я всё равно настаивала на том, что... Ммм, я тебя люблю, значит, тебе тоже нужно меня любить. Ты не можешь меня не любить, потому что я испытываю к тебе симпатию, значит, тебе нужно чувствовать то же самое. Если ты не чувствуешь этого, то я выскажу всё, что о тебе думаю. И вот это вот было действительно слишком подозрительно с моей стороны, потому что, как бы, свою как бы любовь я навязывала человеку ещё больше, чем собственную дружбу. Как же всё-таки хорошо, что это время закончилось. Закончились те моменты, когда я кому-то себя навязывала, потому что, в принципе, это, видимо, во мне срабатывал тот момент, что я как-то не ценила себя, не ценила собственное общество, не ценила то, что... Чтобы со мной общаться, нужно иметь какой-то уровень определённый, наверное, потому что многие люди меня просто не понимают. Они не понимают, о чём я говорю, как это связано, в принципе, с моей жизнью, как это связано с окружающим миром, потому что они такие, типа, чем ты интересуешься. Я начинаю рассказывать, они такие, а что это? И вот это вот просто сводит на нет всё общение. То есть периодически бывает действительно так, что человек, как бы, подходит, начинает разговор, он о чём-то спрашивает, я ему отвечаю, и он такой, что? Так что, если вы отчасти такой же человек, как и я была какое-то время назад, то постарайтесь искоренить себе привычку кому-то себя навязывать. Цените себя очень-очень-очень-очень сильно и, соответственно, задумывайтесь о том, кого вы затаскиваете в своё общество таким образом. То есть периодически бывает так, что мы притягиваем к себе тех людей, которые нам, в принципе, не нужны, они не принесут нам никакой пользы, но из-за того, что мы вот так вот как бы тянем к себе человека, который, в принципе, в нашем обществе быть не хочет, мы пропускаем тех людей, которые этого желают. То есть они как бы сами хотели бы оказаться в нашем обществе, и нам было бы приятно поддерживать с ним какую-то беседу, например. Но при этом мы не обращаем на них внимания, потому что либо слишком как бы влюблены вроде бы, либо просто хотим кому-то предложить свою дружбу, предложить её тому, кому она не нужна. Следующий момент вытекает, в принципе, из предыдущего. Это то, что притягивать в свою жизнь тех людей и взаимодействовать с теми людьми, которые нам неинтересны и не несут ничего хорошего. То есть есть такие люди, которые негативно сказываются на нас, то есть они не дают нам, например, нормально учиться, они отвлекают нас от чего-то, они заражают нас плохими привычками, они ещё что-то делают. В общем, они всеми способами пытаются как бы выкрутиться за наш счёт. Я терпеть не могу таких людей. То есть я не люблю тех людей, которые отказываются, в принципе, что-то сделать самостоятельно. Либо пытаются разрушить свою жизнь просто потому, что она, например, лучше, чем у них. Вот это вот действительно самый противный, наверное, момент. Это когда человек как бы входит в свою жизнь и просто так вот как крот, знаете, всё подкапывает, подкапывает всё это. И думает, что это нормально. Но он не задумывается о том моменте, что как только вы отцепите вот этого вот клещика и выкинете его, как бы ему перестанет жизнь интересной быть, потому что, хм, а её же портить некому. И не все люди такие, которые соглашаются на существование вот этого вот клещика. Я, например, не люблю таких клещиков, потому что это действительно мерзко. Мерзко в том плане, что как бы ты стараешься делать всё для собственной жизни, для того, чтобы сделать её лучше, сделать её красочнее, ещё каким-то таким вот образом, чтобы, в общем-то, сделать всё для того, чтобы жить с той жизнью, которой ты хочешь. Но при этом появляется вот кто-то, кто начинает искать изъяны, что, хм, а вот тут ты делаешь не так, а поэтому давай-ка я тебе подпорчу всё. Нет. Лучше сразу избавляться от таких людей. То есть если в вашей жизни есть те, кому вы, например, говорите, что вы хотите заняться учёбой, и они такие, хм, а пойдём в кино сходим, хм, а пойдём туда-то поедем, хм, а пойдём-то то-то сделаем. И всё. И как бы они не дают вам не учиться ничего делать, то просто скажите вовремя этим людям гудбай, потому что если человек является вашим настоящим другом, то он всегда поймёт то, о чём вы говорите. Он не будет оскорблять ваши интересы, он не будет оскорблять то, что вам, в принципе, нравится, он не будет каким-то образом разрушать вашу жизнь, он не будет вас отвлекать от того, что вам нужно на данный момент. То есть вы, например, задумываетесь о том, чтобы куда-то поехать, а этот человек такой, мм, а зачем тебе куда-то ехать, ну всё же прекрасно, мм, а вот давай-ка лучше ты сходишь и потратишь лишнюю сумму денег там на посиделочки в кафешечке. И вы просто идёте с ним, потому что, ну он же друг. Нет, такой человек не ваш друг, если вы говорите ему, что вы купите деньги на поездку, а он заставляет вас эти деньги тратить, то этот человек не ваш друг. И лучше всё-таки с ним поскорее расстаться, пока он не довёл до того момента, когда вы сами разочаруетесь. Потому что ещё один момент с такими людьми, это то, что они периодически бывают даже теми, кто с вами не общается, точнее вы с ними не общаетесь, вы понятия не имеете, что это за человек, но ему просто интересно подпортить вам жизнь. Вот таких людей я не понимаю, то есть, эй, камон, чувак, занимайся своей жизнью, занимайся собственным развитием, там, книжку пойди почитай, изучи язык новый, ещё чем-то займись. Чего ты лезешь к другим людям-то? Тебе что, самому, что ли, не живётся спокойно? Откуда только такие люди берутся? Следующий момент, ну, опять же, вытекает немножечко из предыдущего, это то, что забивать на учёбу. У меня был такой период в жизни, когда я просто такая, зачем учиться, потому что я собиралась идти на ту специальность, на которой, как бы, в принципе, мне не нужны были точные науки или ещё что-то в таком духе, и поэтому такая, математика, физика, химия, мне всё не нужно, плевать. Короче, всё, я просто забила на учёбу, я, в принципе, какой-то промежуток времени очень редко появлялась на занятиях, я училась, как бы, дома, но в школу мне ходить не хотелось, у меня были некоторые жизненные обстоятельства, которые, как бы, заставляли меня это делать, то есть я, как бы, в тот момент опустила руки, и поэтому, когда я задумываюсь о том моменте, у меня сразу же проскальзывает мысль, что, наверное, я бы так не поступила и училась всё-таки лучше, потому что тогда у меня была возможность поехать, как бы, по обмену, я бы сказала, то есть, в общем, поехать учиться просто в другую страну поехать, как бы, в заграницу, как говорят, но я испортила себе все оценки в какой-то момент, но потом я всё-таки выбралась из этого странного места, странного чего-то, что создавало некий вакуум в моей голове, и взялась за учёбу, но потом я опять забила на математику, потому что мне казалось, что она мне не нужна, и, как бы, я в ней так хорошо разбиралась, и, как бы, зачем разбираться было ещё лучше. Но нет, сейчас я понимаю, что, как бы, было зачем. И если вам кажется, что вам в жизни никогда не пригодится биология, химия, физика, математика, история, литература, какие там ещё предметы в школе сейчас преподают, в общем, оно всё вам пригодится, будьте уверены. И знание – это сила. Чем больше вы знаете в разных областях, тем для вас же лучше, потому что таким образом вы становитесь более интересным человеком. И это действительно странно, когда человек не может поговорить с тобой ни о чём. То есть он не знает ни о том, что происходит в других странах, он не знает ни других языков, он не знает ничего. Он книгу в последний раз видел в начальной школе. Вот это очень и очень странно. Старайтесь быть всесторонне развитым, и если вы учитесь в школе, то не забрасывайте школьные предметы, они вам обязательно пригодятся. Да, даже логарифмы, функции и прочие вещи, которые кажутся абсолютно неприменимыми к реальной жизни, потому что всё может перевернуться таким образом, что вы из гуманитария превратитесь в тихонаря. И вы станете из того человека, который хочет связать свою жизнь с искусством, в того, кто будет писать компьютерные игры и программы. Всякое может произойти. Либо же вы можете превратиться из того человека, который абсолютно не понимает языки, в лингвиста. Вот это действительно странно. Но, тем не менее, это реальная жизнь, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому ни в коем случае не бросайте ваши интересы и ни в коем случае не забрасывайте школьные предметы. Ну и завершили я всё это, пожалуй, одним маленьким моментом, о котором я как-то уже говорила. Это то, что не прислушивайтесь к тем людям, которые негативно настроены в вашу сторону. То есть люди могут говорить, что с вами что-то не так, что у вас есть какие-то недостатки. И, соответственно, мало того, что не нужно прислушиваться к тому моменту, когда люди вам об этом говорят, особенно если это то, что вы, в принципе, изменить не можете. То есть это не в ваших силах, это от вас независящее. Но и сами не указывайте на свои собственные недостатки. То есть если вы в себе это не побороли, то не стоит, наверное, об этом говорить. В том плане, что если вы, например, худеете, но при этом ещё не похудели, то не стоит говорить людям о том, что вы жирный, потому что люди так и будут думать, они будут видеть вас таким. Соответственно, если вам что-то в себе не нравится, то не говорите об этом. Вас не устраивают ваши черты лица, не говорите другим людям об этом, потому что иначе они всё время будут вас в это тыкать, даже если они сами этого прежде не замечали. Точно так же, как это то, что если учителя вам начинают говорить, что вот вам нужно поступать именно так, как говорят они, то это не всегда правильно. Потому что в моей жизни, например, была учительница, которая всеми просто способами пыталась сделать так, чтобы я стала в каком-то смысле её копией, чтобы я просто делала так, как она хочет. И это касалось не учёбы, а это касалось именно моей обычной, повседневной личной жизни, так скажем. То есть вот как она сказала, значит, мне нужно обязательно так поступать. Если она мне сказала больше общаться с другими людьми, значит, мне нужно больше общаться с другими людьми. Если она мне сказала, чтобы я, наоборот, с кем-то не общалась, значит, мне нужно было не общаться с этими людьми. Но нет, никогда не нужно пытаться прислушиваться к таким людям, потому что не всегда они говорят верно, особенно если слова подобных людей основаны на гороскопах. Вот это действительно подозрительно, когда учитель говорит вам что-то делать, не делать, каким-то определённым образом жить, потому что он интересуется гороскопами, астрологией и прочей сверхъестественной ерундой. Так что старайтесь всё-таки жить относительно того, что нравится именно вам. Быть таким человеком, каким вы хотите быть. Задумывайтесь о том, кем вы хотите стать, ну, например, лет через 10 или 15, каким вы себя видите. И следуйте этому пути, а не тому, что вам кто-то говорит, что вам нужно к чему-то прислушиваться, потому что это не всегда верно. Прислушиваться, пожалуй, стоит только к родителям. Остальные мнения, ну, как бы просто мнения, наверное. И, конечно же, не нужно кому-то пытаться навязать свою дружбу, любовь и прочие чувства. То есть развивайтесь, старайтесь быть человеком, который знает, так скажем, всё обо всём, ну, либо же просто знает, как можно больше, как можно более интересным человеком для других является, и тогда вы просто, как магнит, будете притягивать тех людей, которые действительно захотят быть в вашем обществе. Потому что, когда мы навязываем себя другим, они могут чувствовать себя не очень комфортно. И это, возможно, скажется и на нашем личном ощущении, потому что тогда мы в какой-то степени будем видеть больше негативного во всей этой ситуации. А если вы хотите видеть всё только в позитивном ключе, то просто, в первую очередь, задумывайтесь о себе, о том, какой вы человек, и что вы можете дать другим людям, чтобы они действительно, на самом деле, искренне захотели находиться в вашем обществе. До новых встреч! Всем пока! Спасибо! Пока!